АвтоВАЗ начал принимать заказы на Ниву Тревел. Напомним, что так после большого обновления стала называться бывшая Шеврали Нива. Удивительно, но радикальная смена имиджа, включая внедрение светодиодной задней оптики, не сильно ударила по ценам. Так, начальная комплектация подорожала всего на 10 тысяч рублей. Это значит, купить Ниву можно, имея 748 тысяч ссылковых. Остальные исполнения прибавили по 20-25 тысяч. При таких ценниках за новинкой однозначно выстроятся очереди. И ещё, помимо стандартной версии, для Тревела предлагается пакет оффроуд, куда включены шноркель, сигнализация, рейлинги, плюс внедорожные шины. Завершают образ некрашенная в вес кузова и чёрная обивка потолка. А вот фаркопа почему-то нет. Внедорожники понемногу отгружаются дилером, но заказать подходящий экземпляр можно и нужно, не выходя из дома. Для этого достаточно внести 10 тысяч предоплаты через официальный сайт Лады. Старт оффлайновых продаж будет объявлен позже. Напомним, что Нива – это теперь семейство машин, куда помимо Нива Тревел также входит Нива Ледженд. Последняя на протяжении последних 15 лет продавалась как Лада 4х4, но недавно вернула себе историческое имя. Российский рынок субкомпактов сжался до минимума. Но корейская Кио не планирует уводить свой Пиканто. Напротив, только что до нас добрался посвежевший вариант этого хатчбека. Хотя снаружи следы косметики выдает лишь подправленная оптика. В салоне отличий от предшественника и того меньше. Разве что в богатых комплектациях экран бортового компьютера стал цветным, а медиасистема обзавелась 8-дюймовым тачскрином вместо дисплея на 7 дюймов. Оттого странно, что цены подскочили достаточно лихо. База разом прибавила 45 тысяч рублей, а остальные комплектации подорожали на 35 тысяч. Любопытно, что более крупный Рио отныне оказался лишь немногим дороже. Впрочем, при необходимости заиметь компактную машинку, рынок почти не предложит альтернативы. Так, Chevrolet Spark узбекской сборки при куда более древней конструкции предлагается за вполне сопоставимую сумму.